МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа День с толком в студии Ирины Корчегина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. 15 свободных мест в ковидных реанимациях на весь край. Все больше молодых на ИВЛ. Врачи региона бьют тревогу. Каким образом жители Алтайского края пострадали от финансовой пирамиды Финника и почему лучше учиться на чужих ошибках? И День парашютиста, что заставляет прыгать с парашютом даже тех, кто боится высоты. Завтрашнего дня в Алтайском крае вводится обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. Соответствующее постановление в минувшую пятницу подписал главный санитарный врач региона Ирина Паченко. Поставить прививку обязаны медики, учителя, сотрудники сферы торговли, транспорта, те, кто работает в банках, турфирмах и фитнес-центрах. Также вакцинация обязательна для чиновников, госслужащих, в том числе сотрудников Росгвардии, МЧС. Первый компонент прививки необходимо поставить до 22 августа, второй – не позднее 19 сентября. Работодатели обязаны привить не менее 60% сотрудников, иначе им грозит штраф или даже приостановка деятельности организации. 15 мест осталось в реанимациях Алтайского края на сегодняшний день. Неоптимистичные цифры озвучили в Минздраве. Система здравоохранения сейчас работает на пределе, однако пока, сообщают ведомстве, в регионе не планируют останавливать плановую помощь. Больше новостей с ковидного фронта в нашем материале. Сейчас в реанимационных отделениях очень много молодых людей в возрасте от 30 до 49 лет, которые не обращались в медицинские организации, занимались самолечением. Коронавирус явно молодеет. Врачи говорят, ковид-19 все чаще бьет по молодым и детям. Сегодня в обед в крае оставалось всего 15 мест в реанимациях из 325. 15 мест на весь регион. Медики просят при первых симптомах ОРВИ не приходить в больницу, а вызывать врача или скорую помощь, хоть и сделать это сейчас непросто. Сегодня у нас время доезда по скорой медицинской помощи в среднем по городу Барнаула составляет порядка 45 минут, по краю чуть меньше. Это тоже подтверждает, что нагрузка на службу скорой медицинской помощи тоже очень высокая. Вчерашний день, например, было принято чуть более 3000 вызовов скорой медицинской помощи. Мы пока не идем на снижение, пока мы находимся в фазе плата. Сегодня пациента госпитализируют в ковидный госпиталь только при поражении легких от 50%. Остальные лечатся дома. При этом на данный момент не всем домашним ковидникам хватает бесплатных лекарств от коронавируса. В некоторых организациях возникает дефицит наборов. Однако сегодня в Минздраве заверили, что новая партия лекарств в больницы поступит уже в середине этой недели. По-прежнему в ведомстве просят жителей региона пройти вакцинацию. Особо это касается пожилых людей и тех, кто ждет ребенка. Все чаще в больнице госпитализируют беременных с пневмонией. Так называемая кокон-вакцинация, то есть все, что окружает ребенка, все, что окружает беременную женщину, то есть те члены семьи, которые совместно проживают, либо находятся в частом контакте, они должны быть привиты. Напомним, с завтрашнего дня в регионе вводится обязательная вакцинация. В Минздраве утверждают, что не боятся дефициты вакцины. Сейчас у нас запас 60 тысяч доз вакцины в регионе есть. Если мы в среднем вакцинируем 5 тысяч в день, то, соответственно, понимаете, это нам на какое время работы. Плюс к этому мы видим горизонт 50 дней, когда нам вакцина дополнительно должна поступить. Мы в вакцине вообще не ограничены. То есть, в принципе, вакцина поступает в зависимости от нашей потребности. Чем больше мы вакцинируем, тем больше вакцины вправе поступают. В планах ведомства расширять сотрудничество с владельцами торговых центров, чтобы вакцинация стала еще доступнее. Пока другого способа защитить себя нет. Также в Минздраве ожидают, что вирус будет бушевать еще недели 3-4. И только потом пойдет на спад. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. Тысячи россиян, среди них и есть жители Алтайского края, пострадали от краха финансовой пирамиды Финника. Люди вложили миллионы в схему казанского предпринимателя, но в итоге остались без выплат. Как распознать финансовую пирамиду и как не быть обманутым мошенниками, разбирался Дмитрий Дроздов. Это реально! Финника работает! Кирилл супер! Совсем недавно Кирилл Дарвунин был для многих спасителем. Именно он основал Финника в 2019 году. С ее помощью можно было получить легкие деньги. Работала организация так. Например, вложив в компанию 100 тысяч рублей, на выходе можно получить в 3-4 раза больше. В основном вклады направлялись в покупку автомобиля, квартиры или пассивный доход. По доступной информации, за три года в компанию вложили более 7 миллиардов рублей. С основателем компании нам связаться не удалось, но вот что он рассказывал ранее. Я, допустим, вступил в вашу компанию, и мне нравится работать с вами и в денежном плане, и во всем остальном. Если я привлекаю народ, я же с этого имею процент, правильно? Вот такусенький. И то вы его не сразу получите. Получается, обычная технология «приведи друга». Пирамида растет за счет новых участников. Это объясняет нам и в банке. Простой признак неладного. Еще один – гарантия высокого дохода. Здесь предлагали чуть ли не 35%. Реальной деятельности организация не занимается. В реестрах Банка России финансовых организаций она не находится. И, соответственно, ведет активную рекламную кампанию по привлечению новых и новых вкладчиков. Сайт Банка России, кстати, регулярно размещает информацию о недобросовестных компаниях. И финика там давно, что, впрочем, не мешало людям попадать в финансовую ловушку. Николай потерял больше 300 тысяч рублей. Говорит, в начале были даже и выплаты. «Начало приходить не в биткоинах, как это было раньше, а в монете ФНК, которая очень быстро обесценивалась. Они хотели легализовать свою кампанию. В итоге кампания спалась. Лидеры, которые были, занимались ею, то есть поссорились. И монета упала до 50 центов. Вроде сейчас 50 центов стоит. И выводы приостановились». Именно так Николай объясняет, почему все закончилось, а он потерял деньги. И не только он. Еще одна наша участница сказала, что посоветуется с наставниками, но на связь так и не вышло. Прячутся и пострадавшие. Юрист говорит, что вернуть деньги практически невозможно. А в финике она наслышана. «На самом деле это какой-то ИПшник. ИПшник этот торгует компьютерами, периферийными устройствами, как сейчас помню, что-то такое. Самого юридического лица такого в России не существует». И это тоже должно было насторожить будущих клиентов. Сколько в Алтайском крае потеряли деньги, неизвестно. Но даже среди наших знакомых есть пострадавшие. Будьте внимательны с деньгами. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. С сентября в Барнауле подорожают коммунальные услуги. Причина – осенью в краевой столице начинают действовать новые правила городского благоустройства. Об этом СМИ стало известно от депутата Барнаульской гордумы Дмитрия Ильиних. Он рассказал, что с сентября в обязанности управляющих компаний ИТСЖ будет входить уборка бесхозных и муниципальных территорий в радиусе 10 метров от жилых домов. Нововведение прежде всего коснется индустриального района и потока. Именно там много пустых участков, которые на сегодняшний день являются бесхозными. Наведение чистоты в таких местах опасаются горожане. В итоге обернется дополнительным финансовым бременем для жильцов близлежащих домов. Накануне в Барнауле после ремонта открыли мост в поселке Власиха. Долгожданный объект сдали на месяц раньше срока, что не может не радовать водителей. Подробнее в сюжете. Этот мост без преувеличения стратегически важен для жителей села Власиха и поселка Лесной. Он обеспечивает транспортное сообщение Павловского района с Барнаулом. Еще недавно мост был в аварийном состоянии. К его реконструкции приступили в октябре 2020-го. Завершить ремонт должны были в августе этого года, однако подрядчик сдал объект на месяц раньше. Состояние моста было такое, что его необходимо было разобрать в ноль и по сути построить новый объект. Несмотря на организацию движения, несмотря на то, что реверсное запустили, в пиковые часы нагрузка была приличная. Как бы испытывали неудобства люди. Это единственный мост, который связывает. Это единственный тот мост, по которому идет такой трафик автомобильного транспорта. И я думаю, учитывая даже то, что возможность пешеходного сейчас трафика через речку, он более безопасный, более комфортный. Строители провели полный демонтаж старого моста, возвели новый объект. Это и новые опоры, балки, дорожная одежда, тротуары, освещение. Стоимость всех работ – 53 миллиона рублей. Неоднократно проезжал это вместе и по старому мосту. И удалось накануне проехать, когда еще ремонт шел, строительство нового моста. И сравнение – это как небо и земля. Интересно то, что в нем применены новые технологии уже сегодня. Это бесшумность передвижения. Ну, мы видим, что здесь частный сектор, хорошее современное освещение. Добавим, что на все работы представитель подрядной организации дал гарантию 8 лет. А мост – это принципиально, что это, ну, наверное, какой-то знак, знак соединения, знак дружбы. Ирина Корчагина, День с толком. После адской жары шторм накрывает Алтайский край. Сильный дождь уже прошел в Барнауле. Непроглядный ливень застал водителей на федеральной трассе в сторону Бийска. Град обрушился на Новоалтайск. По прогнозу, штормовая погода будет бушевать на территории региона до утра 27 июля. Местами пройдет град и, возможно, усиление ветра до 25 метров в секунду. Спасатели предостерегают жителей края о том, что нужно обходить рекламные щиты и слабо закрепленные конструкции, а также не укрываться под деревьями или около стен домов. Автомобиль лучше оставить в гараже или же парковаться вдали от деревьев. Дома необходимо закрыть на окна. Добавим, с завтрашнего дня сильная жара отступит. Температура понизится в среднем на 5-7 значений. Но уже в предстоящее воскресенье и в начале следующей недели, по прогнозу синоптиков, нас опять ждет 30-градусная жара. Сегодня в России отмечают День парашютиста. В Алтайском крае действует лишь одно учреждение, которое профессионально обучает прыжкам в небе. В Барнаульской школе-интернат с первоначальной летной подготовкой этому навыку всегда уделяли особое значение. Но если в советские годы прыжки с парашютом были доступны для всех курсантов, то в лихие 90-е и послестроечные времена они стали платным удовольствием. Ситуацию, правда, удалось переломить два года назад, когда деньги на прыжки начали выделять из краевого бюджета. О сегодняшней подготовке к прыжкам с парашютом и о перспективах владения таким навыком расскажет Дмитрий Дроздов. Приготовиться к отделению. Пошел. Слух. 121, 122, 123. 124, 125. Купол. С тропичкой. Это только малая часть подготовки будущих летчиков перед прыжком. С сентября по май курсанты проходят теорию, психологические занятия отрабатывают различные ситуации. Приземление в лес или на крыше дома. И в конце года завершающий шаг. Шаг в небо. Всего за время обучения курсанты летной школы совершают около 200 прыжков. А для получения спортивного разряда каждому из них нужно прыгнуть трижды. Стоит отметить, что два года назад ученики всего единожды прыгали бесплатно. Два других полета оплачивали родители. Теперь же необходимый лимит не требует затрат. Страшно всем однозначно. Это просто не исключено. Страх высоты – это врожденный страх, поэтому боятся все. Но этот страх надо преодолеть. И вот они это преодолевают. Я вот смотрю на них, когда они идут с поля. Еще и парашют тяжелый. Больше килограмм 20 надо. Жара вот такая под 30 градусов. Ботинки у них такие серьезные. И они идут, они несут этот парашют. И они горды тем, что они преодолели себя, что они преодолели этот страх. И я горжусь за них. В прыжке, наверное, самое сложное. Вот когда ты поднимаешься в воздух, ты вот подходишь к двери и смотришь вот в эту бездну, в это небо. Как бы это твой первый шаг в небо. И вот его сделать так осознанно прям тяжело. Ну, все равно как бы перебарываешь свой страх. Перед Юрий стоишь, ты смотришь сюда вниз. Это правда страшно. Ты в этот момент вообще ни о чем не думаешь. Просто стоишь, тебе говорят, пошел. Ты просто прыгаешь, шаг делаешь и все. Получается, ты когда замираешь, ой, выпрыгиваешь, вдыхаешь и выдыхаешь, только до купола раскрылся. Летная школа ежегодно выпускает около ста курсантов. Все они мечтают поступить в высшие летные училища, чтобы стать летчиками либо десантниками. Курсанты признаются, что ради своей цели готовы покорить любую высоту. И очень благодарны за то, что у них сейчас есть такая возможность. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. А накануне на малой родине Шукшина в селе Сростки отметили 92-ю годовщину известного земляка. Из-за третьей волны коронавируса традиционный фестиваль ранее перенесли на осень. А 25 июля, в день рождения Василия Макарыча, мероприятие исключительно для сельчан провел музей-заповедник имени писателя. В частности, на территории его усадьбы жители Сросток смогли оценить художественные произведения, посвященные 40-летию съемок фильма «Праздники детства». Он стал легендой в истории Сросток, так как картину снимали именно там. И в съемках принимали участие многие жители окрестных сел Бийска и Новосибирска. Выставка прошла в рамках первого регионального фестиваля народных ремесел, которому дали одноименное с фильмом название «Праздники детства». Юные жители края помимо картин представили на фестивале поделки из керамики, гончарные изделия и тканевые куклы. На фестиваль поступило 27 заявок от 17 участников. Это воспитанники детского домотворчества города Бийска и детской школы искусств города Барнаула. Школа искусств называется «Традиция». Еще вот все-таки мы решили совсем онлайн не уходить. И на усадьбе дома, где прошли детские годы Василия Макарыча, вчера, вот 25 июля, у нас была представлена выставка. По словам организаторов, фестиваль «Праздники детства» станет отныне ежегодным мероприятием. Что касается больших шукшинских дней, то, напомним, их из-за третьей волны коронавируса перенесли на конец сентября. И к новостям спорта. Динамо Барнаул во втором туре футбольной национальной лиги обыграл «Жевский зенит». А наш стрелок Сергей Каменский не смог пробиться в финал Международной летней олимпиады, которая стартовала в Японии 23 июля. Подробности далее. Пусть не питерский, а пока и «Жевский зенит», но снова обошли. В прошлом сезоне команды играли между собой два раза. Победа во всех двух матчах была за бело-голубыми. 4-1 и 1-0. Поэтому у нас трое на эту игру – удержать лидерство. Пусть за тремя очками на 17-й минуте начал полузащитник «Динамо» Иван Житников. Остальные голы только во втором тайме. Вадим Исаев сделал счет 2-0, а потом и Максим Полковников отправил третий мяч в ворота «Зенита». В конце матча барнаульцы немного потеряли концентрацию и гости забили. Итоговый счет – победа «Динамо» 3-1. После двух матчей в турнирной таблице «Динамо» на пятом месте с тремя очками. Следующую игру «Бело-голубые» проведут 28 июля в Омске в рамках Кубка России против местного «Иртыша». А вот наш стрелок Сергей Каменский на Олимпиаде в Токио не преодолел олимпийскую квалификацию в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. По итогу шести серии бийский спортсмен занял 10-е место. Для попадания в финал не хватило всего 0,5 балла. Дмитрий Дроздов день с толком. И в завершение выпуска душесчипательная история. Сегодня утром в Барнауле сбили собаку-мать, а щенок несколько часов подряд в жару сидел рядом, не подпуская к матери. Неравнодушные граждане попытались пристроить малыша в приют для животных, но, по их словам, в двух существующих барнаульских учреждениях им отказали. В итоге рядом с щенком оставили контейнер с едой и разместили пост о помощи в социальных сетях. Но к концу рабочего дня тело собаки продолжало лежать на дороге. Отметим утилизацию мертвых животных. После того, как изменились требования, допускается исключительно кремация. В Барнауле не занимается ни одна организация. Что касается щенка, то мы надеемся, что найдутся неравнодушные люди, которые смогут заменить щенку его маму. На этом у меня все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке и в социальных сетях. Напоминаю, телефон нашей редакции 205-545. Далее прогноз погоды. Спонсор прогноза – компания «Ивалар». До встречи в эфире. Далее прогноза – компания «Ивалар».